Бережливая поликлиника Карта хранилища, холл-центр, яркое красочное оформление, создание зон для отдыха, для комфортного пребывания, игровые для детей, телевизоры. Красили стены, меняли пол и потолок последние полгода. На время ремонта поликлиника не закрывалась. Детей продолжали принимать на втором этаже здание и в нескольких кабинетах детского стационара, что в соседнем крыле. Мы были в старой поликлинике и смеялись еще с мамой, что я еще в этих стенах сама помню, как маленькая бегала. И вот долгожданный ремонт подошел к концу. Очень приятно, очень свежо, радостно. Ребенок ненапуганный, довольный, то есть можно его отвлечь на яркие картинки. Мы просто любим эту поликлинику, мы с другого района приезжаем сюда. Но эмоции вообще я обалдела, когда увидела. Вообще очень красиво, очень уютно, очень ярко. Классно. Ну была обычная поликлиника, не создающаяся никакого впечатления, обычная поликлиника. К единому медицинскому стандарту поликлиники всей страны приводят согласно нацпроекту здравоохранения. При этом преображение не только внешнее, но и внутреннее за счет покупки современного медицинского оборудования. Так в поликлинике номер один старый рентгенапаран заменили новым, цифровым. Со сниженной лучевой нагрузкой, быстрой диагностикой, а также возможностью хранить снимки в архиве и передавать их через сеть. Мы обслуживаем детское население Ленинского железнодорожного района. Это порядка 10 тысяч человек. У нас 10 участков в поликлинике. Пациенты, и мы сами чувствовали, что, конечно, ремонт необходим, потому что все приходит в некоторую негодность. В этом году новый вид также получат поликлиники номер 3 и 4. Первые располагаются на улице Камышинской, вторая на Варекеса. Рината Леулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова